Сегодня в День медицинского работника гость программы врач-ортопед детской больницы Черкесска Хасанби Джанибеков. Мы поговорим о здоровье детей. Ведь оно требует пристального внимания и регулярной консультации у профессиональных медицинских работников. Как часто нужно обращаться к детскому ортопеду? Каким образом должна быть выстроена профилактика заболеваний? Что нужно, чтобы стать профессиональным врачом и приносить пользу людям? Обо всем этом врач-ортопед Хасанби Джанибеков. С ним встретилась Альбина Ламкова. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли в профессию, сколько лет вы работаете и какой врачебный стаж? Выпустился в 80-м году. В ортопедию пришел в 85-м году. У меня довольно-таки бурная история по специальности. Изначально закончил педиатрический факультет института, работал педиатром. После института был распределен в Камский лицпромхоз. Состав Камский лицпромхоз, зверосопоз, несколько деревушек, ну такая типа очень небольшой районной больницы. И всего там трое специалистов. Главный врач, он же стоматолог, терапевт и я. Так что приходилось заниматься и травмой, и роды принимать, и взрослым помощь оказывать. Вообще-то не планировал уйти в ортопедию, потому что педиатрия сама по себе, она очень интересная специальность. И она устраивала. Ну, придя в ортопедию, опять же, интерес появился. В течение трех лет работы в поликлинике поступил в ординатуру при клинической базе ЦИТО. Больница имени Шумская тогда называлась, потом переименовали в больницу имени Зацепина. Там отработал в седьмом отделении. Это занимались в седьмом отделении хирургией крупных суставов вплоть до ее закрытия. Значит, получил специализацию по хирургии верхней конечности. Это в Казанском институте травматологии и ортопедии. Сейчас я работаю в отделении, веду больных ортопедических, консервативное лечение, оперативное лечение. Здесь консультативный центр. Какими проблемами сталкивается детская ортопедия? Какие задачи стоят перед вами, как перед врачом-ортопедом? И планы вашей профессии? Самое первое – это врожденные патологии. Врожденные вывихи бедра, врожденные косолапости, врожденные мышечные кривошеи, укорочение, деформации, переудлинение конечностей, что требует коррекции. Это первое. Второе – это неврологическая патология. Детки с церебральным параличом нуждаются в хирургической коррекции мышечной системы, начиная с 3-4 лет. Дело в том, что развитие периферической нервной системы у детей завершается примерно к 5-6 годам. До этого нервная система у них недоразвита. И, скажем, рассчитывать на доразвитие каких-то элементов путем консервативных мероприятий можно до 5-6 летнего возраста. Дальше уже идет только количественный рост. Качественного изменения не происходит. Поэтому во многих случаях выжидательная тактика, она оправдана. Сейчас появилась такая тенденция, что в связи с введением такого понятия, как высокотехнологическая медицинская помощь, сроки оперативных вмешательств, они как-то сдвинулись. Хирурги стали более агрессивными. Скажем, вот такая патология, как врожденная синдоктилея, то есть сращение пальцев кисти, оно подлежит оперативному лечению в предшкольном возрасте. Если нет, там какой деформации пальцев из-за костного сращения. Вот мне уже дважды оперировался ребенок с синдоктилеей пальцев кисти. А все почему? Потому что соперировали в годовалом возрасте. А чем младше ребенок, тем, скажем так, компенсаторные силы-то большие, но в то же время склонность к образованию грубых килоидных рубцов послеоперационных у них выше. Вот. Ну, постарше, они вот 5-6 лет, это уже более-менее уже сформировавшиеся, и вместо того, чтобы сделать один раз операцию, ребенок из-за вот этого тактического упущения оперирован трижды. Скажем, сейчас забыто такое понятие, как функциональные методы лечения. Скажем, начиная с рождения, грубая какая-то патология, вот в виде вывихов бедра врожденных, даже высоких, если использовать функциональные методы лечения, то в течение 5-6 месяцев можно добиться, в принципе, хорошего результата. До развития сустава, элементов, и ребенок вовремя пойдет, и все будет нормально. Есткая травматология имеет свою специфику, и вот если бы удалось как-то вот в этом деле продвинуться, и именно вот в стенах здесь открыть детский травмпункт, это было бы здорово. Насколько часто и в какие сроки нужно обращаться к врачу-ортопеду, и насколько важна такая консультация? Было принято смотреть в роддоме или непосредственно после выписки ребенка. Первый осмотр, второй осмотр в 3 месяца, третий в 6-месячном возрасте. Обычно, если какие-то мышечные отклонения, повышенный тонус, это все выравнивается к полугоду. И после года, когда ребенок начинает ходить, посмотреть походку, положение стоп, не надо ли какой-то коррекции. Вот как поступать родителям, если малыш по возрасту еще не должен сидеть и вставать, но все время пытается сам это сделать? Ну, есть педиатрические каноны. Ребенок начинает удерживать голову к 2 месяцам, уверенно, сидеть, если соответствует возрасту, с 6 месяцев, но стоять, ходить с 10-11 месяцев, с года, ну, с небольшими вариациями. Значит, ребенку что? Пожалуйста, массаж укрепляющий, гимнастика, на мече, там, еще как-то, чтобы развивать. Но ребенок, если самостоятельно не сидит, обкладывать его подушками, привязывать, что-то делать, это чревато, потому что в таком случае, если ребенок еще по мышечному статусу, по скелету не сформирован, ну, зачастую формируется так называемый младенческий кифоз, то есть сутулость, которая смещена в сторону поясницы. Еще вот такое дело, что ходунки чуть ли не с полугода начинает ставить. И зачем? Да, ребенку интересно, да, в стоячем положении он познает мир лучше, но скелет не подготовлен. Извините меня, будут ноги или колесом, или х-образная деформация. То есть скелет все равно среагирует на нефизиологическую нагрузку. Ситуация какая? Ребенок беспокоен, плачет, орет. Что делает мама? Берут, сует соску. Вроде бы как успокоился. А почему ребенок беспокоен? А потому что хочет общаться, хочет развиваться. И вместо того, чтобы поговорить с ребенком, чтобы он самого себя познал, познал окружающее. Нет, соску сует, рефлекторно ребенок замолкает. И, извините, это не дело. Значит, с рождения ребенок по зрению на 70-75 сантиметров. Фиксирует взгляд, пожалуйста, на этом расстоянии вывешивай игрушки. Ну, не обязательно шары, а лошадок там того, другого, третьего. И обозначай, вот это то, другое, третье. Чтобы ребенок сам себя познал. Это что у тебя? Это нос, это ухо, а вот это палец. В годовалом возрасте учатся ходить по думам босиком. Это нормально, допустимо? Или в специальной обуви все же они должны ходить? Ну, зависит от строения стопы. Бывают так называемые вальгусные стопы, когда, чаще всего, когда стопу заваливают внутрь. Поэтому, скажем так, если такое положение есть, значит, надо обувь с высоким задником. Расскажите, пожалуйста, как определить плоскостопие у ребенка? Плантограф самый простой. Он состоит из пластины гибкого составляющего, и сюда вкладывается еще бумага. Значит, обмазывается поверхность чернилами, тушью, чем. И ребенок встает на плантограф, оставляет следы, отпечатки. И по этим отпечаткам можно определить степень плоскостопия. Есть, нет, насколько уплощен, не уплощен. Как минимизировать нагрузку на позвоночник ребенка, и как правильно выбрать портфель? В период привыкания к школе, период младших классов, в первую очередь, идет перегрузка позвоночника. Это, во-первых, неправильное сидение, во-вторых, неподготовленность скелета, мышечной системы. Чтобы это как-то снивелировать, неплохо бы этим детишкам заниматься плаванием. Потому что плавание раза два-три в неделю, это достаточно укрепит мышцы туловища, спины, что было бы полезно. Ну, неплохо бы заниматься лечебной гимнастикой для укрепления мышц спины. Или же походить в какой-нибудь атлетический зал. Ну, даже хотя бы культуризмом заняться, чтобы какую-то мышечную массу набрать. Расскажите, пожалуйста, при выборе обуви, на что нужно обратить внимание? Во-первых, вот эта вот специальная обувь, ортопедическая обувь, то, другое, третье, это в какой-то мере еще и рекламный шаг. Шаг. Скажем, он называется супинатором. А на самом деле то, что обзывается супинатором, это пупырь, который вклеен, и он способен только на то, чтобы давить на стопу, вызывать неприятные ощущения или боли. А настоящий супинатор – это приспособление, которое выводит стопу в положении супинации. Вот это вот, когда внутренний край приподнят. И, соответственно, настоящий супинатор – это та стелька, у которой внутренний край толще, чем наружный, и плюс выложен свод стопы. Если этого нет, ну, пожалуйста, можно косочек под подошву, внутренний край, показания, если есть, приподнять. Так что, ну, второе – это задник высокий должен быть в рабочей обуви. Часто у детей случаются переломы костей. Значит, переломы костей, они по возрасту от 7 до 11 лет, чаще всего. По сезонам, значит, май-июнь, август-сентябрь. Вот этот период. Значит, чем это обусловлено? Ну, во-первых, в детском саду, в яслях, или когда ребенок дома, он постоянно под присмотром. А начиная ходить в школу, он теряет, то есть приобретает определенную свободу. Ну, и, скажем так, уличная, бытовая травма. Ребенку покупают ролики. Покупает велосипед. Извините меня, сажает и поехал. Но есть же защитная амуниция в виде каски, на локотников, на пульсников, на коленников. Пожалуйста, ребенок только начал осваивать велосипед, ролики, обеспечить его защитной амуницией. Какие самые важные рекомендации в заключении вы можете дать? Вот о чем хотелось бы вот сказать. Это, во-первых, приобретя в специальность, интереса нет, не приходи. Интереса нет, уходи. Раз. Второе. От большой радости к нам не ходят. У каждого озабоченности, у каждого свои понятия. Ну, и этим нельзя пренебрегать. Каждому надо быть внимательным. Нельзя жалеть себя. Да. Если начинаешь жалеть, ты уже старик. Старики, ну, плачут. Себя жалеют. Так что всю жизнь надо сохранять молодость. Ну, что еще? Романтичность души. Даже юношескую. Пожалуйста, надо сохранять. Вплоть до конца. Есть такой вопрос. Почему я? Закономерный в работе. Ну, это надо перефразировать. Сказать, а кто, если не я? И, пожалуйста, занимать активную позицию. Добиваться всего. Спасибо вам, Хасамбик Кикеевич, за интересную и полезную беседу. Вам спасибо. Надеюсь, это не последняя наша встреча, если будет возможность. Хорошо ли спасибо. Спасибо.